Меня зовут Максим Петров, я представляю руководителя общероссийской программы робототехника и инженерно-технические кадры. Программа стартовала в 2008 году по инициативе фонда Олега Дерипаска «Вольное дело». Сейчас программа активно поддерживается Министерством образования и науки и Агентством стратегических инициатив. Могу даже сказать, что программа робототехника была в пятерке первых проектов, которые были одобрены ПОП-советом Агентства стратегических инициатив как стратегически значимые. Также программа робототехника имеет большое количество партнеров, как государственных, фонд Сколково, Российскую венчурную компанию, Союз машиностроителей, Московский государственный университет имени Ломан-Носова, так и коммерческих структур. Почему робототехника? Во-первых, робототехника – это концентрация всех современных технологий, как мы знаем. Это стык точной механики, сенсорики, электроники. Междисциплинарность – это прекрасный инструмент для технического кругозора, для детей. И не только детей, но и у студентов. Конструируя роботов, выполняя задания, как уже, наверное, проекты рассказывали, ребенок начинает понимать, зачем ему в школе изучать математику, физику, информатику. Ну и, во-вторых, робототехника для современных детей – это крайне интересно. Я вот после фестиваля «Робофест», который прошел недавно, спросил, есть ли в России еще какая-нибудь программа, где дети, пройдя достаточно жесткий отбор, один к десяти, за свои деньги в количестве более 3,5 тысяч участников со всей России, 70 регионов было представлено, «Приедут в Москву на 4 дня, привозя за собой конструкторы, не будут спать в гостинице по ночам, готовясь к соревнованиям». То есть, действительно, робототехника увлекает современную молодежь очень сильно. Мы не единственные, которые пришли к этому решению, к этим выводам. Лет 5 назад я был на международных соревнованиях в Арабских Эмиратах, просто пример очень люблю приводить этот, и там проводили шейхи, курировали это соревнование, и после церемонии открытия меня познакомили с шейхом, который курирует образование в Арабских Эмиратах. Я спросил, зачем вам это? И говорят, у нас все дети с детства крайне обеспечены. У кого там нефтяная вышка на заднем дворе, у кого стадо верблюдов, ну, в общем, все хорошо у них с детства, и мотивации учиться нету никакой. В течение многих лет они пытались найти что-то мотивирующее детей, пробовали разные технологии. И робототехника единственное, что сработало в Арабских Эмиратах, дети начали проявлять интерес к наукам. И точно к таким же выводам пришли в Америке, в Японии, в Европе. Поэтому действительно робототехника крайне уникальный инструмент. С момента запуска программы к ней пристальное внимание как руководства страны, так и крупных бизнесменов. Программу, все мероприятия программы федеральные посещают, так или иначе, крупные государственные чиновники, либо крупные бизнесмены. Цель программы, которую мы себе поставили, это способствовать формированию компетенций, практических знаний и умений, необходимых современного человека, в том числе учитывая цели и задачи национальных технологической инициативы. Я бы здесь еще добавил востребованных компетенций, потому что очень много компетенций современной молодежи дается, но она очень часто не востребована. Для достижения цели мы поставили себе следующие задачи. Первая задача – это вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество. Как известно, менее 1% людей на Земле склонны к научно-техническому творчеству. Но именно этот процент двигает нашу страну, мир, дальше в технологическом плане. Но как определить, что человек склонен к научно-техническому творчеству? Если раньше, еще лет 20-30 назад, нас везде окружали механизмы, взять часы, можно было разобрать будильник и там шестеренок что-то собирать, назад чинить. Либо машину капот открываешь, все понятно, можно с ним поиграть. Сейчас я свою машину открываю, даже лампочку поменять не могу, потому что все под такими кожухами, что до нее не добраться. Соответственно, нужны инструменты, чтобы ребенок понял, профориентировался, нужно или не нужно ему. И конструкторы, которые используются в программе робототехник, они в целом это позволяют. Вторая задача – это обеспечение равного доступа детей и молодежи к освоению передовых технологий, получению практических навыков и их применения. Конструкторы, которые постоянно используются в программе робототехника, каждый год модернизируются. Исходя из современных тенденций, туда добавляются новые программные обеспечения, новые датчики, новая электроника. Дети, которые занимаются этим оборудованием, они как раз вот именно на острее технологий, которые сейчас есть. Третья задача – это выявление, обучение, отбор и сопровождение талантливой молодежи. Крайне важно вовлечь детей в научно-техническое творчество, но не менее важно выявить наиболее талантливых. Созданная нами система инженерно-технических соревнований «Рубофест» в целом позволяет это достаточно объективно и корректно выявить наиболее талантливых ребят, исходя из их склонностей к механике, к электронике, к программированию. И четвертая задача – это продвижение и обеспечение реализации профессионального потенциала и лидерских качеств. Вот мы выявили этих ребят, что дальше с ними. Эту задачу мы решали последние лет пять в нашей программе. Наверное, одним из основных успехов, которых мы добились, их, наверное, два. В этом году мы совместно с МГУ запускаем, уже запустили в пилоте, сервисовскую олимпиаду по робототехнике для школьников. И в июне будем подавать уже на попадание в списки ВОЖ. Соответственно, будет два предмета, которые мы в этом году определили. Это физика и информационные технологии. Через год-два мы добавим, скорее всего, еще математику. Соответственно, это позволит ребятам, которые интересует робототехника, прикладная робототехника, концентрироваться в выпускных классах на робототехнике, а не бросать все и начинать концентрироваться на ЕГЭ. Второй момент – мы плотно работаем с бизнесами. Во все наши конкурсы мы вовлекаем представителей крупных бизнесов, составы экспертных жюри, судейских коллегий. Вместе с ними формируем новые регламенты, исходя из целей и задачи крупных бизнесов. Это позволяет нам создавать вот эту связь студентов и вузов. Очень достаточное количество уже студентов работают над проектами уже на предприятиях, ну, либо реализуют свои. Техническое оснащение, которое мы используем в программе. На самом деле программа достаточно открыта, и мы стараемся ориентироваться на российских разработчиков. К сожалению, их крайне ограниченное число. Если еще конструкторы появляются российские, то учебно-методических материалов под них практически не существует. Поэтому на данный момент в основном используется зарубежное оборудование, но при этом мы активно потихонечку начинаем внедрять российское оборудование. Конструкторы. Они основаны на единых металлогических основах, что крайне важно, потому что они позволяют оценивать именно компетенции и навыки участников, а их финансовые возможности. Соответственно, из одного и того же набора, одно и то же задание решают команды. И сразу видно, у кого есть лучшие склонности к программированию, у кого к механике и кого далее. Как я говорил, постоянное обновление – это доступ к самым современным технологиям. Ну и, что не менее важно, это сокращение времени на подготовку команд к соревнованиям. Так как используются готовые наборы, командам не надо тратить время на поиск в магазинах винтиков, шурупчиков, какой-нибудь датчика. А если учесть, что страна у нас большая, то во многих регионах и небольших городках, и даже селениях это практически невозможно достать. Но ключевая история нашей программы – это региональная инфраструктура. Мы сейчас представлены в 70 регионах и более 500 партнеров. Партнеры программы – это начальная стадия взаимодействия с программой. После того, как партнер вместе с нами прошел определенное обучение, работу, и где-то через год он имеет возможность стать региональным ресурсным центром. Соответственно, далее есть возможность стать окружным ресурсным центром, и в Москве есть федеральный ресурсный центр. На базе ресурсных центров происходит обучение наставников, координирование работы в регионах с командами, организация региональных отборочных турниров. Но основной движущийся инструмент и стержень программы – это система инженерно-технических соревнований «Робофест». Это крупнейший подобный фестиваль в Европе. Буквально две недели назад он был проведен восьмой раз. На первом фестивале присутствовало всего лишь 24 команды из четырех регионов. Отбора не было вообще, приезжали все желающие. Сейчас, как я говорил, через достаточно жесткий региональный отбор было на фестивале свыше тысячи команд, представляли 69 регионов, 4 страны, более 3,5 тысяч участников проводилось в 27 номинациях в течение четырех дней. В этом году «Робофест» был признан Министерством образования и агентом стратегических оси главной соревновательной площадкой образовательной робототехники в России для школьников. И, как я говорил, чтобы на него попасть, надо было пройти региональные отборы. В этом году прошло более 100 городских соревнований. Мы их не аккредитовываем. Более 30 региональных, здесь уже идет аккредитация, и 4 окружных фестиваля. Я надеюсь, Архангельская область через год, через два, может, в этом году станет площадкой для северо-западного округа. У нас этого окружного фестиваля не проводится. У нас проводятся Сибирский, Уральский, Поволжский, Южный и Московский. Помимо «Робофеста», который, по большому счету, основная площадка для школьной робототехники, хотя там есть несколько соревновательных площадок для студентов, мы проводим уникальную площадку для студентов. С 2010 года мы проводим соревнования беспилотных транспортных средств «Робокросс». Два года назад, помимо автомобилей, туда были добавлены дроны летающие. Соответственно, эта площадка развивается достаточно активно. В прошлом году она вошла в систему Всероссийского инженерного конкурса под эгидой Министерства образования. В этом году она включена в плановые мероприятия фонда «Сколково» и главного института по робототехнике нашей страны, ЦНИРТК. Здесь я немножко остановлюсь, потому что посмотрел презентацию немножко, пока слушал. В этом году мы запустили с Краснодарским краем новое направление, называется «Агробот». Это соревнование роботов в агропромышленном комплексе. Краснодарский край достаточно интересный край. Три года назад там проводился международный финал робототехнических соревнований в ЭРО. На тот момент в Краснодарском крае присутствовало три кружка по робототехнике три года назад. И губернатор Краснодарского края нас попросил помочь. Фонд «Вольное дело» вместе с регионом провели уникальную работу. В течение трех месяцев было запущено свыше 300 кружков, обучено свыше 500 преподавателей. На данный момент на этом робофесте Краснодарский край занял по общему количеству медалей третье место во всей России. Уступив только Москве и Питеру, опередив достаточно сильные регионы Сибири, которые всегда сильно выступают исторически. Вот, соответственно, на мой взгляд, Архангельская область должна стать, или может стать, не должна, наверное, может стать центром по арктической робототехнике, что крайне актуально. Основные результаты программы робототехника на сегодняшний день. Создана система инженерно-технических соревнований, уникальная и крупнейшая в современной России. Запущен Всероссийский робототехнический фестиваль. Создана система подготовки и аккредитации судейской коллегии, что не маловажно. Запущена региональная система региональных центров. Как я и говорил, мы присутствуем сейчас в 69 регионах России, более 500 партнеров. И в заключении я хотел бы сказать, что программа робототехника не готовит робототехников, как все считают, почему-то из названия. Мы формируем у молодежи, в первую очередь, интерес к техническому образованию, выявляем наиболее талантливых и ориентируем их на техническое образование. Спасибо большое.